Сирийская армия Стоит отметить, что здания Академии ВВС достаточно прочны и удары авиации не могут вынудить боевиков отступить. После массированной артиллерийской подготовки вперед пошла пехота. К обеду стало ясно, что правительственным войскам удалось существенно продвинуться вперед. Бои шли за каждое здание внутри Академии. Метр за метр сирийцы буквально вгрызались в оборонительные порядки противника. Из окрестных высотных домов сирийские войска вели непрерывный огонь, подавляя выявленные огневые точки противника. Солдаты стреляли из автоматов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Мы находимся в последнем районе Хамданея, который примыкает к училищу ВВС. Недавно наши солдаты пошли в атаку и уже вошли в здание Академии ВВС. Слева находится район Амрия. Там сейчас находятся боевики. Дальше расположено артиллерийское училище. Дай бог, что сегодня нам удастся войти туда. Штурмовая группа будет состоять из разных подразделений. Там есть и республиканская гвардия, и армия, и подразделения Мухабарата. По территории Академии свободно передвигается сирийская бронетехника. Вот БМП вывозит раненого с поля боя. А вот танк выехал напрямую на воду и в упор расстреливает здание Академии. Внутри интенсивность боя возрастает. По нашим позициям несколько раз стреляет снайпер. Поэтому солдаты стараются избегать открытых мест. Из-за интенсивного огня из нашего здания нас не начинают обстреливать из миномета. Террористы только что обстреляли наш дом из миномета. Две мины упало под балконом, а две на крышу. Ну вот, наконец, небольшое затишье. Солдаты собираются в небольшой комнате возле телевизора. Пулеметчик, который только что вел огонь по противнику, показывает свои ранения. Три раза попадали в его тело. Два раза в туловище и один раз в руку. Но он до сих пор в строю. Здесь солдаты со всех концов Сирии. Из Дамаска, Холмса, пройдутся Суида и так далее. И как в такой ситуации можно обойтись без фронтовых историй? Был у нас один случай. Мы с Абдурахманом находились в местечке Алдмир. В один день мы замечаем, что с горы на нас едет машина. Все начинают кричать, что это машина террористов и начинают стрелять из автоматов. Потом по ней ударила Шилка, но она все равно ехала. Затем выстрелили по ней и из РПГ. И тут она останавливается. Все начали радоваться, кричать. И тут, через пять минут, она снова поехала. Но самое главное, что машина была пуста. Она стояла под наклоном и просто ехала вниз по улице. К концу дня правительственной армии удалось закрепиться на занятых позициях. Более десяти зданий перешли под контроль сирийцев. Впереди наступающих ждет бессонная ночь, а затем и новые атаки. В скором времени боевики снова будут зажаты в Алеппо. И у них не останется и нового варианта, кроме как сдаться. Продолжение следует...